Такое предновогоднее награждение уже стало в администрации Владимира доброй традицией. Конкурс на определение самых активных молодых людей проводится с 2012 года. В этом году его участниками стали 56 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, но лучшими стали только 25. Стипендиатов поздравила глава города Владимира Ольга Деева. А мы гордимся уже вами, потому что для города Владимира это очень важно, что есть такие неравнодушные люди, которые передают свой опыт, которые передают свои знания, которые хотят поделиться именно тем, что происходит в вашей жизни. Также Ольга Александровна приняла участие в церемонии награждения. Все стипендиаты получили свои призы не просто так. Они прошли строгий конкурсный отбор. Сначала предоставили свое портфолио, а затем представили строгому жюри презентации и видео о своей социальной и общественной жизни в этом году. Конкурс проводился по шести направлениям. Лучшим в номинации «Дорога и добра» стал Сергей Попов. Стипендии Сергей был удостоен за участие в добровольческом движении. Волонтерством он занимается сразу в нескольких направлениях. Является региональным координатором волонтеров культуры, активно поддерживает детей войны. Также Сергей – член Молодежной думы. В этом году он участвовал в реализации проекта «Знаю, помню, дорожу». На стене школы номер 2 города Владимира появился портрет ее выпускника, летчика-испытателя Ивана Ефимовича Жукова. Да, конечно, дал очень большой стимул развитию волонтерства в 2018 год, который был объявлен годом добровольца. Но зная ребят, которые действительно помогают в различных организациях и мероприятиях, им не нужны никакие грамоты. Также сегодня свои награды получили и победители городского творческого конкурса «Легко ли быть молодым». Он проводился с ноября по декабрь. Лучшие работы определялись в двух номинациях – эссе и видео. Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».